Лекарства от тоски на грубых холстах. В Запорожской галерее открылась выставка под названием «Оптимист». Художник Александр Углов создает экспрессивные сюжеты о движении, музыке и положительных эмоциях. Терапевтический эффект картин на себе проверили и наши журналисты. Эти картины могли бы родиться в Америке. Как отмечают искусствоведы, в работах художника немало от классиков заокеанского экспрессионизма. Однако, если в тех полотнах царит тотальная абстракция, то Углов добавляет к ней еще и зарисовки из жизни. Точная компоновка, выверенность мотивов и постозная живопись. И что самое главное, то, что меня привлекает, это легкая нон-финита, незаконченность. Это позволяет зрителю додумывать каждую картину. Ранее художник увлекался пейзажами, но постепенно перешел к сюжетной живописи. По словам организаторов выставки, автору отлично удается передать не только нюансы настроения своих героев, но даже изобразить движение и музыку. Мне этот художник напоминает музыкальную шкатулку. Ее открываешь и льется музыка на разные лады, как калейдоскоп. То есть, очень много граней у этого художника. Как говорит сам живописец, по-настоящему хорошие полотна получаются, как правило, быстро. Если идею приходится дорабатывать, картина в итоге все равно себя выдает. А зритель обязательно почувствует фальшь. По экспрессии или по выражению образа, это самые удачные работы, это короткосрочные работы. Они свежие, но оно видно в работах. Где замученная работа немного, где свежая работа. В том, чтобы мастеру всегда работалось хорошо и быстро, ему помогает жена Ирина. Она тоже профессиональная художница. Поэтому подход к тонкой натуре мужа может найти сразу. Вижу я все, то, что он пишет. Где-то советуются, где-то не советуются. Но я все равно даю советы, даже если не спрашиваю. Бывает, очень эмоционально что-то воспринимает, какие-то неприятности по жизни, критику. Разное бывает, поэтому даже нужно успокоить его, причесать иголочки. Творческие супруги вместе уже 18 лет воспитывают троих детей. Их тоже приобщают к искусству. Как говорят Александр и Ирина, самое ценное в жизни – сама жизнь. Ведь даже самые обыденные вещи полны настоящего оптимизма.